Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и обещал, мы с вами в одном из фильмов изготавливали вот такие шумовые глазки. Камера, я думаю, передаст звук. Они у нас удались. Я, как обычно, взял, заклеил это клеем. Вот таким. И сверху, буквально после того, когда клей подсох, я вскрыл это все вот таким лаком-клеем. После этого они немножко подсохли и готовы уже к тому, чтобы приклеить. Я сейчас буду изготавливать приманку, которая имеет практическое применение для ловли мелкой щуки, но у нас крупной нет, в основном по заливам. Это щука-травянка. Для того, чтобы сразу отсеять окуня, я взял крючок тройка по величине. Единица, двойка, тройка, можно даже ноль взять. Обыкновенный крючок, который продается в магазинах, можно его подобрать. Это не обязательно стримерный. И что самое основное? Учитывая специфику моей рыбалки, я на этот крючок просто как декоративное украшение одел эту бусинку блестящую, пластмассовую. И огрузку произвел свинцом со смещением центра тяжести. Как вы уже это знаете. Наш крючок будет идти все время, вот будем говорить так, жалом вверх, позволяя нам облавливать те участки, где хорошо заросшая травой. Теперь нам остается приклеить глазки и начать основное изготовление тела. Все остальное, как вы видите, хвостик стандартный, люрекс я добавил. Стандартный, единственное, это то, что я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, что люрекс желательно использовать не в том смысле, что это является рекламой, но вот имеется вот у фирмы Хенс такие всевозможные люрексы, которые вроде бы и хороши, но и в то же время, допустим, вот как в моем варианте, если вы заметите, он имеет уже лохматость, отслоение и не совсем подходит для определенных изделий. Поэтому подбирайте плоский люрекс, для того, чтобы он не крутился у вас уже в нашем хвостике. Достаточно, чтобы был качественный материал. Если его нет, можно заменить на практически вот любой вот такой плоский люрекс, который имеется в наборах, или же можно взять другой материал, который послужит привлекающим элементом. Подготовим с вами мех, для того, чтобы мы могли изготовить здесь своего рода тело и жабо. Нитка должна быть достаточно крепкая, желательно, конечно, чтобы была белого цвета, так как потом проявляться будет наше тело. Больше, естественно, мы добавить элементов мы не сможем, но в процессе изготовления я расскажу, чем можно заменить и в чем особенность или изюминка вот этого стримера, помимо того, что он идет у нас с жалом вверх. Значит, в качестве наборки при расщеплении нити мы будем использовать, можно использовать, вот как у меня имеется, мех кролика. Вот такой. Желательно брать мех, который достаточно мягкий мягкий и подвижный. Есть вот такой кролик. Но, учитывая то, что у меня в данный момент нет величины такого меха, я буду использовать, покажу вам так, чтобы это было видно, это вот брюшко песца. То есть, спокойненько, вот этой величины мне, моего меха, вполне будет достаточно, для того, чтобы я изготовил щучий стример. Давайте изготовим. Вот мы с вами сделали вот такую наборку из меха. Естественно, аккуратненько рассредоточили по всей длине. Я опускаю свою эту петлю, расщепленную нить, вниз и начинаю скручивать. Стараемся выполнять аккуратненько в одну сторону, так, чтобы потом было легче нам выполнить обмотку нашим мехом. Повторю еще раз, мех можно использовать как заяц, как кролик, как лиса. Ну, с лисы будет несколько у нас жестче тела. То есть, этим вы будете подбирать для себя сами. Вот мы с вами изготовили уже даббинговую вот такую веревочку методом расщепления нити. Для того, чтобы очень крепко сидело все это на цевье, я еще добавлю немножечко клея, пару капель на само цевьё. И в чем заключается изюминка? Держим теперь наш мех, делаем первый оборот. И теперь берем и весь мех, который у нас имеется, убираем в сторону колечка. Выполняем ровно, ну, вот сколько у нас позволит наш мех. отодвигаем, отодвигаем, отодвигаем все, 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 которые имеются у нас волоски. С длины примерно сантиметров 10 нашей даббинговой веревочки вполне будет достаточно для того, чтобы мы могли выполнить ну, вот такое лохматенькое создание. Как вы видите, вполне достаточно, даже если вы не дошли до крепления хвостика по каким-либо причинам, это не страшно, так как у нас наш мех будет держаться в сторону хвостика. Мы сейчас с вами должны нанести на нашу веревочку буквально капельку клея и выполнить завершающий узел. Клей достаточно крепко держит нашу нить, поэтому мы можем даже с вами сильно не обматывать здесь, а буквально парочки накидных вот таких будут достаточно. Теперь остается вычесать наш мех и уложить как мы его запланировали. Значит, для начала я беру, постучал вот так немножечко по крючку, чтобы выровнялся мой мех. Ну, нам надо подождать немножко, чтобы клей подхватился, но учитывая то, что клей у меня момент и схватывает очень быстро. Как вы видите, у нас образовалась вот такое симпатичное жабо. Теперь остается только лишь взять еще закрепить нам необходимо здесь нить другого цвета и опушечку из меха вот у меня имеется вот такого цвета песец мы здесь с вами выполним опушку уже ровно сразу отодвигая волоски к нашему хвостику. То есть, мы сразу здесь с вами сформируем жабо, которое будет поддерживать и нашу головку, которую мы выполним из абоксидки и это наше крыло, которое будет давать хорошую подвижность. Вот, как вы видите, друзья, мы с вами выполнили вот такую опушечку, расчесали ее, как обычно, нашей щеткой, теперь остается только лишь закрепить нам с вами глазки и изготовить головку. Давайте сделаем. Вот, друзья мои, мы с вами приклеили глазки, еще необходимо будет всю головку вскрыть абоксидкой, для того, чтобы наши глазки не порушились. я специально не мочил, не промазывал ни клеем, ничем, для того, чтобы вы видели, что он вот в такой лохматости, как говорится, будет идти в воде, а когда намокнет, будет иметь достаточно симпатичную, вот как я вам сейчас покажу, форму малька. Значит, в такой величине, как я изготовил вот сейчас, это работает практически с любым спиннингом, и если мы сделаем бусинку вольфрамовую или латунную, спокойно забрасывается обыкновенным спиннингом, с тестом до 10 граммов спокойно. Как вы видите, достаточно симпатичная и уловистая приманка, пробуйте с расцветками, но в таком варианте это уже проверено, поэтому я вам ее и предложил. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!